Ассалам аль киндостар! Сегодня 11 января 2020 года. Я в гостях у уважаемого юриста, адвоката, воина права Галама Нурпиисова. Мы решили продолжить наш цикл по разбору конституции, основополагающего закона. Очень много сейчас событий происходит в нашей стране и в нашем городе, и есть актуальные вещи, которые мы должны разобрать. Те видео, которые мы до этого выкладывали, были критические замечания со стороны казахоязычной аудитории. Мы эти замечания приняли. Мы решили, что мы решили, что мы решили. Мы решили, что мы решили, что мы решили, что мы решили. Основные понятия, что государство у нас в Казахстане республика, что оно демократическое государство, и оно считается правовым государством, где основными высшими ценностями которой являются человек, его жизнь, права и свободы. Основные права, вы расшифровали, есть естественные права, и мы остановились, есть политические права. Мы также говорили о том, что право надо уметь требовать, конституционные права. Вы меня поправили, сказали, что есть конституционные права, которые необходимо, чтобы человек соблюдал и требовал. По поводу конституционных политических прав, пожалуйста, расшифруйте, что значит конституционные политические права. Статья 33-я, праве управлять государством и так далее. Я здесь вот так вам скажу. Сейчас вы сразу сказали, что у нас республика. Что такое республика? Республика, в первую очередь, она отличается от монархии не передачи по наследству или по назначению управления, а именно выборность. Выборность – это и есть демократический режим. И вот у нас 33-я статья, как раз говорит, что граждане республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства. Здесь как раз прямо прописывается политическое право. Это право быть избранным на должность президента или депутата, или избираться. То есть любой человек может быть избран президентом и депутатом. Да, только вот здесь есть такие нюансы в нашем... Это потом, что оговорки там, служба в госорганах и так далее. Но главное, что есть право. Да, есть право избираться и быть избранным. Следующее требование – это выдвигаться на госслужбу. Граждане республики Казахстан, имея политическое право, это тоже выдвигаться на госслужбу. Это какая статья? Так, это будет 33-я статья, да. Следующее право политическое – это свобода слова. Свобода слова и, в частности, его выражение. Вот относительно выражения у нас здесь не прописано. У нас просто свобода слова и запрещается цензура. Это 20-я статья. 20-я статья. Следующее политическое право – это политическое право в управлении. Это свобода объединений, ассоциаций в политической партии. Это статья 23-я. Она корреспондируется с 5-й статьей нашей Конституции – политическое и идеологическое многообразие. То есть, поясним, да, что каждый гражданин имеет право вступать в партию для того, чтобы защитить какие-то свои интересы и свои права. Да. В этих партиях. Да. И у нас признается многообразие. То есть, это не только Нур-Отан, да, мы можем обсуждать. Не только Коммунистическая партия, там, Алга или там, ОСДП. Различные партии мы можем ходить. Так точно, да. Вот в этой части именно так. Это все политические права. Да, это все политические права. Следующее политическое право – это право на референдум. Мы можем референдум подтвердить, принять, дать согласие на определенные изменения, там, грамманные, такие… Ну, кстати, Конституция менялась референдумом. Да, да, да. Вот в частности, например, переход на латиницу. По сути своей, здесь должна была пройти у нас процедура референдума. Нужно касать каждого. Этот нюанс у нас был проигнорирован. Ну, мы потом еще, я думаю, разберемся. Да, обязательно разберемся. Следующее политическое право – это, если здесь это не реализуется, следующее политическое право – это граждане в праве мидно собираться. Минуту. То есть, получается, вот вы продиктовали, объяснили, что есть 33-я статья. Политические права – избираться, выбираться, там, руководить, да, там, быть избранным в качестве, там, хоть должностного лица. В случае, если эти права ограничиваются со стороны государственных органов, или же есть какие-то фальсификации на выборах, да, либо злоупотребление власти со стороны государственных органов, тогда что может делать гражданин, обращаясь к государству? То есть, если он не удовлетворен выполнением государством своих обязанностей перед гражданами, что тогда делают граждане? Для того, чтобы донести свои естественные требования и недовольство до государственного органа. Оказать свое недовольство в виде идеолога. Здесь у нас два права реализуются. Первое право – это свобода слова. То есть, я могу прийти и сказать, мне не нравится, что государством управляются. Это критика. Это здоровая критика, она базируется на политическом и идеологическом многообразии. Это первое право. То есть, это статья 20-я, которая гласит, что свобода слова, творчество гарантируется, цензура запрещается. То есть, мне никто не должен запрещать что-либо говорить. Если я никого не оскорбляю, если я критикую деятельность власти, то цензура запрещается, и это свобода слова. Это первое право. Да, да, так точно. Второе право. И следующее право – это граждане вправе на митинг, на пикетирование. Засчитайте, пожалуйста. Граждане республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться проводить собрания, митинги, демонстрации, шести и пикетирование. И пикетирование. Это статья 32-я, да? 32-я Конституция Республики Казахстана. Она также у нас относится к политическим правам. Здесь у нас не говорится, что каждый имеет право. Здесь именно граждане Республики Казахстан вправе. То есть, если меня не устраивает деятельность государства, если она узурпирована, если государство злоупотребляет своими обязанностями, и, как вы говорите, императивно занимает эту должность, некоторые люди императивно занимают должность, более 30 лет управляют государством, я имею право выйти на мирное собрание и потребовать его отставки. Вы вправе выйти? Вы вправе выйти и потребовать? Хорошо. Вот она вправе, да? Но вот есть Астаджик Сибаев, который выходил на мирные митинги, мирные требования. Он был арестован четыре раза и привлекался судом административного ареста. Я выходил на мирные митинги. Много моих друзей выходили на мирные митинги и были арестованы, преследовались в полиции и заключены были в тюрьму. На основании того, что есть закон о митингах, который гласит, статья 8 о митингах, что должно быть разрешение уполномоченного органа на митинги. История показывает, что есть люди, которые 30 раз приходили и просили разрешения. Разрешение не давалось. И на основании того, что без разрешения вышли на митинги, это дало основание, что закон нарушен. И подвергнуты эти люди преследованию со стороны полиции. То есть придали этим преследованием законный статус. Закон о митингах, статья 8, что должно быть разрешение уполномоченного органа. Как вы прокомментируете разрешение? Есть же еще международный пакт. Я вот сейчас вас послушал. Я считаю, что по сути своей ваше конституционное право было нарушено. Постараюсь объяснить почему. Право на митинг у нас в 21 статье Международного пакта о политических и гражданских правах. У нас прямо на гражданских и политических правах, статья 21. Признается право граждан на митинг. А что такое Международный пакт о гражданских и политических правах? Это соглашение участников Международного сообщества государств. Организация объединенных на митинг. Да. В котором государство, вступая в эти ряды, принимая у себя, ратифицируя, оно обезуется обеспечить выполнение этих прав своим гражданам. Первый вопрос. Казахстан является участником мула? Казахстану является участником мула. Второе, статья 4, да, гласит, что международные договора, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами. То есть получается, вот этот Международный пакт о гражданских и политических правах, он ратифицирован Казахстану? Абсолютно верно. Я сейчас даже дату не скажу. По-моему, в 92 году это была ратификация. Я сейчас не могу точно вам сказать, когда. То есть, согласно статье 4 Конституции, Международные договора о ратифицированной свободе Казахстана имеют приоритет перед ее законами. А закон о митингах, статья 8, о том, что должно быть разрешение, да? То есть получается, прокомментируйте это, получается, противоречит. Смотрите, чтобы у нас работала 4 статья, часть 3, Международные договора ратифицированные, мы отсылаемся в первую статью. Казахстан утверждает себя демократическим государством. Ибо только в демократическом государстве приоритетом является права человека. Международный пакт говорит, если вы присоединяетесь к демократическим ценностям, то вы обеспечите права человека. И потом только вы будете именоваться демократическим государством. Вот оно в континенте написано. Соответственно, здесь признается право на митинги. У нас в данный момент в Казахстане, соответственно, отсылаясь на 4 статью, что Международный пакт выше Конституции, здесь ваше политическое право на митинг, на пикет, это приоритетное право. Поэтому я считаю, что ваш арест за несанкционированный митинг, это наше национальное право, не соответствует международному праву. И идет в разрез с части 3, статьи 4, где говорят, что международные договоры, ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет. Вот этот миланский репорт. То есть, еще раз, друзья, в случае, если государство узурпировано и злоупотребляет своими обязанностями, гражданин имеет право выйти на митинг. Согласно 32-й статье, граждане Республики Казахстан в праве мирно и без оружия собираться, проводить в собрании митинги, демонстрации, шести и пикетирование. Это закреплено также, право закреплено Международным пактом о гражданских и политических правах, где признаются права на мирное собрание. И эти международные пакты, они у нас расифицированы, и указаны в самой Конституции, статья 4. Но, тем не менее, полиция при арестах, она руководствуется законом о митингах, статья 8, что должно быть разрешение выполномоченного. В данной ситуации, я думаю, целесообразно и имеется право обратиться в Международный суд, и в частности, в Международный суд ООН, о том, что здесь действия определенных структур нарушает главный принцип международного права. И сама даже Конституция у нас указывает о приоритете международного права, присоединяясь к общим ценностям, соответственно, относительно, вот так как сейчас вы говорите, что вас задержали за то, что вы на площади поздравили своего друга, с днем рождения, когда поздравили. Я считаю, здесь нарушение ваших конституционных прав. А мои конституционные права кто-нибудь может защищать в нашей стране? К сожалению, у нас отсутствует орган, как Конституционный суд в данный момент. Согласно этой Конституции, у нас не предусмотрен Конституционный суд? У нас Конституционного суда нет, у нас есть Конституционный совет, в Конституционный совет может обращаться только государственные органы. Это суд, это президент, это парламент, это акима. Граждане не имеют права согласно Конституции. Конституционный совет не могут обратиться. А тогда в чем разница между Верховным судом и Конституционным? Верховный суд рассматривает судебные акты, вступившие в законную силу. Они не рассматривают нарушение Конституционных прав. Конституционный суд, он специализируется только в одном формате. Конституционный суд рассматривает нарушение Конституционных прав человека. Интересно, получается он рассматривает нарушение Конституционных прав человека, граждан, но сам гражданин не имеет права обратиться в Конституционный совет, да? Только имеет право... Конституционный совет рассматривает вопросы соответствия действия должностных лиц или принятия нормативных актов соответствуют ли они конституции или нет. То есть управление, госуправление корректирует все. Еще любопытно, вот в моем постановлении об аресте, где я участвовал на митинге, судья опять же руководствовался, что я не соблел вот этот закон о митингах и не получил разрешение у полномочного органа, поэтому я был законно арестован полицией. А вот в статье 77 говорится, что судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только конституции и закону. То есть получается у судей был выбор, либо конституции подчиняться, либо закону подчиняться. Он выбрал закону, да. Ну получается, да, тогда закону. Почему? Потому что в принципе здесь надо у вас детально все исследовать в этом судебном акте и здесь уже можно будет сделать, ну по крайней мере то, что я говорил выше, у нас приоритет международного права выше. Еще раз давайте резюмируем, что мы начали с прав, политических прав. Резюмируйте, смотрите, 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 я вот здесь еще что хотел бы добавить, да, вот вы говорите про свое дело. По сути своей, суд, если он строго обоследовал конституции, он должен был приостановить производство и направить в Конституционный Совет. Нарушается ли здесь право человека или нет? На свободу слова. Да, на свободу слова в части, в этой части. И по заключению Конституционного Совета, обратного в частности, он должен уже был принять решение. И тогда это было бы железное, неоспоримое решение, постановление судебного органа. Ну, а пока судьи, они массово арестовывают и судят людей, именно руководствуют с законом, а не Конституцией. Тогда еще раз давайте резюмируем. Резюмируйте, пожалуйста, политические права и что дальше имеет право гражданин, если его политические права попираются, то есть не соблюдаются со стороны государства. Какие есть политические права? И в случае, если эти политические права попираются, что он может делать? Вот в трудовом праве у человека есть право на забастовку. Если он не согласен. У гражданина, если он не согласен и он исчерпал все свои ресурсы, он написал петицию, сделал обращение в госорганы, обжаловал действия, попытался выдвинуться, то есть он исчерпал все возможности, у него ничего нет. Он сказал свое слово, выразил это в средствах массовой информации, у него не получилось. у него остается еще одно последнее право, это по крайней мере выйти мирное безоружие. Это 32-я гражданная республика Казахстан в праве мирное безоружие собираться проводить собрания, митинги, гимнонсады с 6-й пиктивами. Это одна из форм выражения, именно убеждения, мыслей. И еще статья 20, которая гласит, что есть свобода слова и творчество гарантируется, цензура запрещается. Да, это тоже относится к категории политических прав. То есть, друзья мои, смотрите, у нас есть статья 20, которая гласит, свобода слова и творчество гарантируется, цензура запрещается. И статья 32, граждане республики Казахстан в праве мирное и безоружие собираться проводить собрания, митинги, демонстрации, 6-й пиктивами. Эти права на мирное собрание, демонстрации, они закреплены также международным пактом о гражданских и политических правах, которые прописаны в уставе ООН. И этот международный пакт, он ратифицирован. Следовательно, он имеет приоритет перед вот этими всеми остальными законами. Да. Спасибо за внимание. Мы сделали короткое видео насчет 32 статьи. Мы разобрали 20 статью. Казахский язык обязательно будет на казахский язык наш диалог будет обязательно переведен любезно супруге Галама. Галаму большое спасибо, что он опять же согласился и провел этот ликбез. Галам является воином права, но я так думал, что Галам хотел бы, чтобы каждый гражданин стал воином права, да? Потому что он должен защищать свои права. А что такое защитник? Защитник это, в первую очередь, воин, который умеет отстаивать свои права. Любое государство будет сильно тогда, где там незыблемы права человека. Незыблемы права человека. Ну, эта незыблемость, наверное, в первую очередь защищается самим гражданином, естественно, или каким-то суперменом, который приходит, и этот супермен должен защитить ваши права. Мы смотрим, например, на Соединенные Штаты Америки. Право человека, оно незыблемо. Никто не имеет права его нарушить. Это мы здесь видим. Но если его права нарушаются, он уже в сам первую очередь идет и защищает свои права. Естественно, да. А обычно он выигрывает. Берем эту Францию. Во Франции у них прямо прописано там в Декларации прав человека, которые включены в Конституцию. Права человека неизыблемы для государственной власти. Все, понял. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...